Привет! Меня зовут Алена. Я преподаватель китайского языка. Представляю консорциум ведущих вузов Китая China Campus Network. И сегодня мы с вами выучим 25 самых полезных фраз для первого визита в Китай. Для удобства мы разбили их на пять больших категорий. Общие фразы, дорога, деньги, помощь и еда. Давайте начнем с первой общей фразы. Первое, что вам понадобится в Китае, это приветствие. Привет по-китайски это НИХАО. Я надеюсь, что следующая фраза не понадобится вам, когда вы будете говорить по-китайски бегло, но на первое время она может оказаться очень полезной. Я не говорю по-китайски. И еще одна фраза, которая вам наверняка понадобится в Китае. Вы говорите по-английски. НИХУЙШО. Умеете говорить. ИНЬЮЮ. По-английски МА. Вопросительная частица. НИХУЙШО. ИНЬЮЮМА. НИХУЙШО. ИНЬЮЮМА. Следующую фразу можно отправить в тот же список. Я не понимаю, что вы говорите. А если вам вдруг нужно извиниться перед кем-то, вы можете сказать И если вы что-то не раз слышали и хотите, чтобы это повторили еще раз, Нужно говорить ПОЖАЛУСТА, ПОВТОРИТЕ это еще раз. ЧИНЬ. ПОЖАЛУСТА. ЗАЙ. Еще раз. ШО. Скажите. ИБЕН. Один раз. ЧИНЬ ЗАЙ. ШО. ИБЕН. ЧИНЬ ЗАЙ. ШО. ИБЕН. Следующее выражение очень многофункциональное. Китайцы его используют по сто раз в день. Если вы хотите привлечь чье-то внимание, извиниться за что-то, сказать, что какая-то ситуация вас не очень устраивает, вам дискомфортно из-за нее, вам нужно сказать Следующая фраза. Если вы хотите отказаться от чего-то и сказать, что вам это не нужно, вы говорите И, конечно же, вы захотите поблагодарить человека, который вам помог, и сказать ему спасибо. Ну и напоследок нужно сказать до свидания. Следующая категория фраз – это дорога. И первая фраза, которая вам понадобится – Я ЗАБЛУДИЛСЯ. Я МИЛУЛА. ЗАБЛУДИЛСЯ. ООО МИЛУЛА. ООО МИЛУЛА. Следующая фраза. Где остановка метро? ДИТЬЕ ЧАНЬ. Остановка метро. ЗАЙ НАЛИ? Где находится? ДИТЬЕ ЧАНЬ. ЗАЙ НАЛИ? ДИТЬЕ ЧАНЬ. ЗАЙ НАЛИ? Следующая фраза особенно актуальна для студентов. Как добраться до университета? ЧЮ ТАЩЕ. В университет. ЗАМА ДЗОУ. Как добраться? ЧЮ ТАЩЕ. ЗАМА ДЗОУ. ЧЮ ТАЩЕ. ЗАМА ДЗОУ. Еще одна фраза, которая вам поможет узнать, как добраться куда-то – это на какой автобус мне сесть. ЗО ДИЛУ. ЧЮ. ЗО СЕСТЬ. ДИЛУ. Какой номер? ЧЮ. Автобус. Или любое средство передвижения. ЗО ДИЛУЧЕ. ЗО ДИЛУЧЕ. Следующая фраза понадобится, если вы едете в такси и вы видите, что вам нужно здесь остановиться. Пожалуйста, остановитесь здесь. ЧЮ ТХИНЧЕ. ЧЮ. Здесь. ТХИНЧЕ. Припарковаться. ЧЮ ТХИНЧЕ. Сейчас переходим к категории ДЕНЬГИ. Зачастую случается так, что вы приезжаете в Китай и тех денег, которые вы взяли с собой в юанях, вам не хватает. И нужно поменять еще. Соответственно, вам пригодится фраза «Мне нужно поменять деньги». И, конечно же, вам нужно спросить, где находится ближайший банк. На китайском языке фраза «Где банк?» звучит так. И еще одна фраза, которая понадобится вам абсолютно везде, во всех магазинах, торговых центрах и так далее. Сколько это стоит? Засловно «Сколько денег». Мы переходим к следующей категории, и это «Помощь». И первая фраза, которая вам понадобится, это «Пожалуйста, помогите мне». А сейчас, пожалуй, самая важная фраза этого урока. «Где туалет?» «Туалет в где?» Если вы хотите сказать, что вы себя плохо чувствуете, вы говорите «Я заболел». Ну и чтобы сходить за лекарствами, нужно найти аптеку. Поэтому задаем вопрос, где находится аптека. Переходим к любимой категории «Еда». И, конечно же, нам нужно спросить, где находится место, где можно перекусить. Это место, где можно поесть, ресторан, кафешка. Где находится? И еще одна очень важная фраза на китайском языке, это «Я не ем острое». Иногда вы можете прийти в китайский ресторан и понять, что вы совершенно не понимаете, что написано в меню на китайских иероглифах. Поэтому мы научим вас одной фразе, которая позволит вам поесть что-то привычное, а именно курицу. Фраза звучит «Я хочу есть курицу». Наш меню-урок подошел к концу. Мы выучили 25 фраз на китайском языке и теперь вас точно все в Китае поймут. В описании под видео я оставлю фразы, которые мы проходили на этом уроке, а также ссылку на предыдущий мастер-класс, чтобы вы могли потренировать тонны, так как это очень важно, когда вы первый раз едете в Китай. Ну и также я советую всем подписываться на наш канал, ставить пальцы вверх. Мы каждую неделю стараемся выкладывать что-то новенькое, интересненькое для вас. До новых встреч, ребят!